Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Давайте поговорим о той ситуации, которая сложилась в нашей отрасли, в нашей индустрии, то есть оборудование иностранных студентов в Австралии. Ситуация, естественно, сложная. Все мы знаем, что вот эта вот дорада бродит по свету и она не минула Австралию, хотя Австралия пыталась каким-то образом закрыться. Докрыться от гриппа, это равносильно, что пытаться от него докрыться с помощью повязки. То есть все говорят, что их надо применять, но все знают, что раньше те же самые все говорили о том, что повязка не защищает, а теперь говорят, что она защищает. Ну, наверное, у нас медицина как-то помнела, наука продвинулась вперед, но мы знаем, что зараза присутствует, эта модификация гриппа присутствует и в Австралии. И, соответственно, Австралия закрыта, и, соответственно, вот что сейчас происходит в нашей отрасли? В нашей отрасли происходит не появление новых студентов. Более того, часть студентов, ну, я думаю, очень маленькая часть уехала. По крайней мере, в ближайшие полгода, которые, ну, были после закрытия, уехало достаточное количество людей, сотни тысяч человек, которые были на временных визах. По-моему, порядка 800 тысяч в общей сложности уехало. Но теперь остались самые стойкие. Около 700 тысяч, по-моему, студентов остались в Австралии. Задача оптимальная для образовательных агентов, для, соответственно, миграционных агентов, они сейчас могут объединять совершенно закон, объединять обе эти ипостаси, для образовательных учреждений, для государства австралийского. Задача в том, чтобы эти люди продолжали учиться, учиться, учиться и учиться. Дело в том, что с точки зрения студентов, с одной стороны, конечно, люди хотят получить вид на жительство. Но, во-первых, не все хотят получить вид на жительство. Многие из вас, дорогие друзья, удивятся, но всякие там чехополяки, румыно-словако, венгрии, немцы, французы, испанцы, итальянцы, очень многие другие люди, в подавляющем большинстве, просто приехали сюда изначально заработать деньги. То, что государство создает возможности для того, чтобы эти люди учились, учились и учились, так это им только и на руку. Более того, сейчас дистанционное обучение, соответственно, вы понимаете, учиться для галочки достаточно легко. Плюс к тому же, многие учебные заведения снизили цену. И снизили цену в конкурентной борьбе за студента. И это дает некоторые мысли, некоторую информацию к размышлению. Дело в том, что начался каннибализм среди учебных заведений. Они пожирают друг друга, добирая студентов друг у друга, давая им лучшие условия на обучение. Тоже, кстати, самое касается и образовательных агентов. Они перехватывают друг у друга студентов. Но я понимаю, что значительная часть студенчества все-таки хотелось бы им остаться. Остаться в Австралии. Это не честно, не красиво, то, что делало государство, то, что делали учебные заведения агента, когда опускали, извиняюсь, ну вот в этом смысле, опускали студентов по кругу. Но дело в том, что у государства есть все-таки и другой интерес. Государству надо переварить этот чужеродный элемент, обавстралить, то есть натурализовать этих людей, чтобы они были винтиками в этой системе. Это еще спорно, нужно ли это власть имущим, но, по крайней мере, части оно нужно. Они это делают. Соответственно, количество студентов будет уменьшаться. Кто-то женится, замуж выйдет. Кто-то останется по рабочей визе, будет проспонсирован. И многие другие пути, которые приводят к тому, что количество студентов падает. Есть определенные когорты студентов, которые сейчас приезжают. Их очень мало. Это обычно люди, которые приезжают на докторскую диссертацию. Есть другие категории, но это единичные категории. Соответственно, этими людьми брешь не заткнешь. И количество студентов падает объективно. Из-за этого не только идет каннибализм образовательных учреждений, идет каннибализм агентов. Агенты друг у друга перехватывают, ну, скажем так, воруют, или как хотите называйте этот процесс, но перетекают студенты от одних агентов к другим по разным причинам. Очень незавидую, и здесь я улыбаюсь, ухмыляюсь просто, ехидно. Незавидую тем людям, которые, во-первых, не находятся в Австралии. Ну, кому такие агенты нужны? От них же помощи ноль. А с другой стороны, те агенты, которые никогда не занимались образованием в Австралии, и вдруг решили попытаться вот такого легкого хлеба, легкого заработка, они считают, что он легкий, что можно заниматься блогерством, можно заниматься болтовней, можно в Инстаграме что-то ставить, тогда у тебя будут студенты. Они глубоко заблуждаются. И здесь время работает против них. Потому что, ну, разве студент пойдет к такому новоиспеченному агенту, у которого просто нет никаких возможностей, завязок, зацепок для своих студентов? Естественно, нет. Про тех людей, которые там что-то пытаются делать из России, Украины, там, из других стран вообще, до рубежа, я даже говорить не хочу. Их задача умереть как агентом до лучших времен. Дело в том, что я думаю, что чем дольше будет эта задержка, тем меньше в будущем даже будет желания у людей этим делом заниматься. Потому что, если они думают, что границы будут открыты точно так же, как они были открыты до этого, они глубоко заблуждаются. Если они думают, что это будет открыто скоро, они еще более глубоко заблуждаются. Но если они думают, что когда будут открыты границы, им легко будет вернуться на рынок или легко появиться на этом рынке, они очень глубоко заблуждаются. Потому что в этом случае работает царфанное радио. И твой опыт, как ты давал возможность своим студентам учиться, работать, зарабатывать деньги, оставаться в стране, этот опыт бесценен. То есть те, которые получили негативный опыт, не помогали своим студентам, они умрут вот в этом процессе. Еще год-полтора их не будет. Не будет и тех, которые там, как говорится, иных уж нет, а те далече. Но в итоге в действительности останутся, может быть, самые хитрозадые, а скорее всего самые трудолюбивые, самые умные, самые способные, самые повернутые лицом своим студентам учебные заведения и агенты. Ну, своего рода этот каннибализм приведет к очищению наших рядов. Вам же, ребятам, которые находятся, ну, которые находятся в Австралии, вообще классно, потому что вы понимаете, что вам остаться будет намного легче, чем если бы границы были открыты. А для тех, которые находятся вне границ, ну, если вы не были готовы, вы были нерешительны, ну, прошло-то всего полтора года, ну, еще полтора года подготовить, подготовьтесь. Порой вы 10-15 лет ждете этого решительного шага. Так что у вас есть возможность подготовиться хорошо и войти на этот рынок, войти в Австралию, ну, как нож в масло. Я думаю, ребята, я достаточно спокойным тоном, уже без такой сильной агрессии, которая порой присутствует в моих роликах, вы понимаете почему, я вам объяснил ситуацию дел. Ну, а в остальном, ну, как бы хотелось вам сказать, увидимся. Продолжение следует...